МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое, второе, компот, десерт. Что для вас литература? Как вы это создаёте? Нет, ну, литература, конечно, особое родо блюдо. Просто есть такая, знаете, поговорка, мы не только то, что едим, но и то, что читаем. Литература – это, в общем, тоже то, что входит в нас, то, что остаётся у нас. Поэтому она может быть ядовитой, на самом деле, она может быть реально вредной. Я вот считаю так, хотя многие с этим не согласны. Может быть полезной, может быть лёгкой, может быть тяжёлой. В этом смысле литература, да, похожа на кулинарию, а рассказывать не нужно, ну, просто потому, что так же, как хороший повар не будет рассказывать, из чего он делал блюда, так и писатель не должен объяснять. Когда писатель начинает объяснять, какой он гениальный, что он хотел сказать своим произведениям, это плохо. Это как та шутка, которую нужно пояснить. Да, но есть, кстати, я занимаюсь творчеством Леонид Николаевича Толстого. Он написал послесловие «Крейцер в Исанате», где, что называется, на пальцах объяснял, что он хотел сказать этим произведениям, потому что публика не поняла. Вот поэтому бывают исключения из правил. А вот как вы относитесь к современной литературе, к этим реалиям, когда каждый пишущий человек или считающий, что он пишет, называет себя блогером-писателем? Как вы это оцениваете? Это литература? И есть ли там литература? Ничто не ново под луной, потому что можно вспомнить дневник писателя Достоевского. В сущности, это был блог. Просто без возможности интернета. Он это печатал в журнале, который сам издавал. И это были постоянные, так сказать, размышления о политике, о литературе, о культуре, о социальной жизни. Чем вам не блог? И, собственно говоря, если бы Достоевский жил в наше время, что трудно себе представить, он, возможно, был бы блогером, да, потому что он хотел общаться с публикой, он хотел выходить напрямую на читателя. В этом плане интернет давал бы ему идеальные возможности. Вот вы, как писатель, начинали во времена, когда больше читают газеты, а сейчас, понятно, читают интернет. Вот что-то можно посоветовать новым писателям? Вы бы адаптировались сегодня к тем временам? Я так или иначе адаптируюсь к ним, хотя я блогов не веду, но, может быть, потому что не умею это вести. Я уважаю очень серьезных блогеров, многие писатели известные ведут блоги, причем разных идеологий, скажем, там Дмитрий Быков ведет блог, и Захар Прилепин там ведет блог. И я с большим уважением к этому отношусь. Это прямой выход к читателю. Вообще это новая коммуникативность. Нужно понимать, что мы просто живем, цивилизация сделала определенный скачок. С этим связаны проблемы определенные, но и большие очень возможности. Сегодня начинающим писателю не нужно переживать из-за того, что он не может издать книгу. Он может выложить в интернете, он сразу получит количество читателей больше, чем если он издаст книгу небольшим тиражом. Это новые возможности. Они несут в себе, конечно, определенные проблемы, определенные недостатки, но это новая реальность просто. А как стать известным? Вот возвращаясь к тому рецепту, о чем должен писать современный писатель? Что должен говорить? Что должен нести публике? Вот есть мнение, что сейчас литература, она сводится к какому-то научи меня, как жить, как стать успешным. Если на полке посмотреть книжного магазина, да, этого очень много. В этом успех? Или все-таки нужно что-то другое читать? Ну, это вы говорите о книгах по такой популярной психологии, они действительно сегодня очень известны. Вот, тонкое искусство пофигизма, как, значит, любить самого себя, возлюби себя и так далее. Но это издается миллионными тиражами. Да, да, потому что это востребовано, потому что люди сегодня, людям сегодня сложно ориентироваться вот в этой бурно такой развивающейся реальности, вот, и они ищут там каких-то рецептов. Не думаю, что они их там находят. Я, честно говоря, не очень в это верю, но это очень востребовано. А вот что касается прозы, да, ну, будем говорить о прозе, потому что поэзия – это особый разговор. Писать им сейчас в каком плане трудно? Сегодня, вот, скажем, Достоевский написал «Бесы», да, он пишет «Бесы» по материалу Нечаевского дела, который, вот, так сказать, вот проходит, газеты об этом пишут, он следит за судебными заседаниями и так далее, и так далее. И пишет роман, сегодня это сделать невозможно, потому что новости все очень быстро изнашиваются, они моментально обсуждаются в интернете, в тех же блогах, и писатель, что называется, приходит уже просто на выжженное поле. Поэтому искать темы сегодня, да, трудно, безусловно, писателю, вот, но при этом, я считаю, у нас достаточно высокий уровень, по крайней мере, прозы. С поэзией сложнее, я просто не беру себя ни говорить. Поэтов очень много. На поэзии.ру есть такой портал, там полмиллиона поэтов, или миллион даже, по-моему, по-моему, миллион поэтов, подмиллион поэтов. Ну, конечно, не поэтов, это все стихотворцы в основном, но уровень прозы у нас достаточно высокий, ничуть не ниже, чем в Европе, в Америке. Вот, она интересна, могу на скидку, там, десяток писателей названий, там, и Рубанов, и Прилепин, и Быков, там, и Улицкая, очень разные, Алексей Иванов. Прозе сейчас другие интересные вещи, как мне кажется, происходит, вот, сейчас происходит такая конкуренция жанров. Вот художественная проза и документальная проза, они действительно сегодня конкурируют, потому что читатели все меньше доверяют такой художеству. Они либо будут читать фэнтези, детективы, то есть совсем такое, да, совсем такую фантазию. Уйти в иллюзованную страну. Либо они будут читать нон-фикшн скорее, потому что, то есть биографии, там, документальные исследования, потому что они познавательны и одновременно и увлекательны. А вот художественной литературе такой серьезной сегодня приходится сложнее, все сложнее убеждать читателя, вот то, в чем Пушкин говорил, над вымыслом слезами обольюсь, вот сегодня над вымыслом все реже обливаются слезами. Читатель стал недоверчив, у него очень много информации, вот это нужно понимать. Сегодня мы живем во время перенасыщенности информационной, и литература еще со своим месседжем, своим посылом, она как бы в этом плотном пространстве сложно существовать. Но она никуда не денется, она останется, потому что это другой тип мышления, это совершенно другая информация о мире, о литературе. Вы являетесь членом, одним из членов жюри Солженицынской премии, где молодые авторы представляют свои работы, вы выбираете. По каким критериям и есть ли таланты среди неизвестных имен? Ну, премия Солженицын немножко другой. Я еще одновременно вхожу в жюри премии Ясная Поляна, вот она больше скорее ориентирована, может быть, на таких новых авторов. Премия Солженицын, это все-таки такая очень солидная, очень академическая премия, если получает относительно молодые, скажем, у нас Алексей Варламов получал, Олег Павлов, Максим Амелин, поэт и переводчик. Но в основном, конечно, получают уже писатели заслуженные, и не только писатели, а режиссеры и философы. А премия Ясная Поляна, так же как большая книга, так же как национальный бестселлер, она более ориентирована на такую текущую, что называется, современную литературу. Вот. Есть из чего выбирать, я вас уверяю. То есть нам даже сложнее всегда выбрать короткий список, то, что называется, то есть там из 20 имен определить 5 лучших, а потом выбрать еще одного. А выбирать есть из чего. Каждый год выходит очень много интересных романов, сборников рассказов и так далее. Вы прилетели на Алтай, вы впервые у нас. Приехали вы на шукшинские дни. Вот если говорить с точки зрения, взглядом посмотреть Василия Макаровича Шукшина на то, что происходит в современной литературе, как вы думаете, что бы он сказал и что бы он мог написать? Знаете, очень сложно сказать. Шукшин ведь был очень многогранный человек. Он был, он безусловно, великий писатель, но он и великий режиссер, и великий актер. И он был, безусловно, человеком очень современным, потому что он создал свой кинематограф. Безусловно, вот есть кинематограф Тарковского, есть кинематограф Шукшина, безусловно. Это вот его авторский такой кинематограф, Калина Красная. Как бы он смотрел на... Это, вы знаете, это вопрос. Вообще вот сейчас ведь такое жесткое очень деление на, условно говоря, патриотов и либералов, да, и люди задаются с вопросом, а как бы вот на это отреагировал Шукшин, да, как бы на это отреагировал Высоцкий, в каком бы лагере они находились. Мне кажется, что им сложно было бы выбирать. Сложно было бы выбирать. Они были более такие комплексные люди. Вот они не бросались вот в эти крайности, они как-то... Шукшин ведь еще... Ведь еще и советский человек, это тоже нужно понимать. В нем вот соединились это и русское, и советское, и очень много всего. Он, кстати, этим велик. Вот это Прокудин его герой, который и уголовник бывший, и крестьянский человек, и выражение вот этого разного русского очень характера. Вот не знаю, как бы они в наше время жили. И это, мне кажется, вообще этим вопросом нет. Они жили в своем времени и его создавали, свою эпоху создавали. Павел Валерьевич, вы являетесь автором текстов для «Тотального диктанта». Естественно... Ну да, в этом году будет другое, уже в следующем году. Тем не менее, вот чем вы руководствовались, когда эти тексты готовили? Что было главным для вас? Мне хотелось... Ну, во-первых, это коллективная работа, я все время это подчеркиваю. Это не только моя работа, тексты писал я, но это еще и диктант. Поэтому там работали специалисты из Новосибирского университета, из Института русского языка. Мы, так сказать, шлифовали эти тексты. Но идея была моя, мне хотелось написать тексты, которые... Ведь диктант пишут разные люди. Пишут школьники, пишут пенсионеры, пишут люди глубоко погруженные в литературу, совсем далекие от литературы. И мне хотелось написать тексты, которые во всех вызывали бы какие-то вот такие... Такую память о школе. Поэтому я взял четыре сюжета, классические сюжеты русской литературы, Моцарт и Сальери, «Мертвые души», «На дне горького», ну, и история с зеленой палочкой Толстого. Совсем такая детская история. И мы сразу договорились, что я напишу их в неком таком детективном ключе. Это некие расследования вот этих сюжетов. Ну, Моцарт и Сальери, «Мертвые души», и на дне там вообще, так сказать, преступления просто происходят. Убийство из-за зависти, там, махинации экономические, что сейчас очень актуально. Чичиков, в общем, экономический махинатор такой. «Мертвые души» — это биткоины, вообще говоря, если переводить на современный язык. Можно сказать. Да-да-да. Вот я как-то этим... И еще мы договорились, это первый был такой эксперимент. Каждый текст перетекает в другой, они связаны друг с другом. То есть есть некий общий сюжет, который пронизывает все четыре текста, хотя они писали с разными людьми в разных регионах. Это же от Дальнего Востока до Америки. И в этом году впервые был четвертый диктант, писался почему? Потому что очень активно подключилась к этому Америка. И Соединенные Штаты, и Канада, и Латинская Америка. Там много очень русских людей живут, и они очень хотят писать диктант. А как вы вообще объясните вот такой повышенный интерес к тотальному диктанту в России? Это удивительно. Это феномен, безусловно, который еще будут разгадывать, мне кажется, и социологи, и психологи, и политологи даже. Потому что такая частная акция, в общем, Новосибирского университета — хохма, на самом деле. Они по хохметь решили. Они просто решили продиктовать диктант филологам. И они наделали ошибок там. А потом это пошло-пошло. Сначала в Новосибирске, потом дальше-дальше. И сейчас больше 80 стран в этом участвуют. Все континенты. Его пишут подводники, его пишут в Антарктиде, его пишут в космосе. Это феномен. Это феномен, как безусловно. У людей есть жажда к русскому истинному истинному. Много объяснений. Хотят в школу вернуться, вспомнить себя за школьной партой. Сейчас очень модные и востребованные флешмобы. Люди хотят собираться вместе. Раньше искали как-то одиночество в советское время, да, когда навязывали коллективизм. А сейчас все чувствуют себя одинокими и хотят как-то, наоборот, вместе собраться, посмотреть друг в другу в глаза, познакомиться. Отсюда вот это движение, мне кажется, и волонтерство, и вот успех тотального диктанта, он в этом еще. Благодарю вас за беседу, за время, которое вы нам посвятили. И надеюсь на приятное пребывание вами на Алтайской земле. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое. Мы сегодня беседовали с Павлом Басинским, с известным писателем, литературным критиком, литературоведом, человеком, который написал текст для тотального диктанта. До встречи.